Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. ГБР есть, дел нет. Рада не смогла принять поправки для запуска работы Государственного бюро расследований. Что мешает? Гудбай, Тилерсон. Президент США уволил главу Госдепа. Чем не угодил и кто преемник? Дедлайн в полночь. Британия выдвинула ультиматум России. Чего требуют и что после? Три раза и все мимо. Нардепы сегодня провалили изменения к закону о работе Государственного бюро расследования. Без этих поправок новый орган, призванный вести дела против высокопоставленных чудовников, не заработает. Почему голосов не хватило и каким хотят видеть бюро, парламентарии? Подробнее в материале. Уже традицией для этого парламента стало утверждение повестки дня. У депутатов не хватает голосов на то, чтобы решить, по какому законодательному плану им работать. В БПП хотят утвердить список законов на неделю, в Народном фронте на всю сессию. Блок Петра Порошенко поддерживает тижневый порядок день и будет голосовать за него. Мы просим весь зал объединяться и поддерживать тижневый порядок день. Почему? Потому что в нём стоят надважливые законопроекты, которые стоят и дипломатической службы, и государственного бюро расследований. Нам нужно принимать законопроекты, которые невредно должны быть в этом зале. И про государственное бюро расследований, и про социальный защит наших вояков в АТО, и много-много других вопросов. Мы не один раз ставим вопрос, что этот парламент вычерпал свои возможности. Нема даже коалиции 226 голосов, чтобы они сами за себя проголосовали. Поэтому вопрос риторичный. Сколько это всё будет еще продолжать? Голосований на повестку дня недели, ни сессии в зале не хватает. В итоге, после нескольких провальных голосований, план на эту неделю всё же утвердили и принялись за повестку дня. Одна из главных тем законопроекта о работе Госбюро расследований. Слідство о высокопосадовцах должно заниматься Госбюро расследований. Для того, чтобы Госбюро расследований работало, на сегодняшний день в нём работает буквально 4 человека, необходимо запустить процедуру эффективного и быстрого конкурсного добора, потому что в целом количество Госбюро расследований должно складаться с 1,5 тысячи работников. На сегодняшний день в стране фактически коллапс с проведением следствий. Есть закон, который предупреждает, что все следствия должны проводить один орган, это Госбюро расследований. Этот пакет законопроекта, он должен поддержать тому, чтобы Госбюро расследований смогло в полную силу работать. В зале три законопроекта – технический, правительственный и авторство нардепов. Без принятия этих изменений к закону ДБР в этом году не может эффективно начать свою работу. Основные новели, которые мы предлагаем, по-перше, регулировать вопросы проведения досудового расследования криминальных проведений, последствия которых отнесено до Госбюро расследований следствиями других органов. Мы полностью враховываем те изменения, которые вносит уряд, но дополнительными изменениями, которые требует сам ДБР. Что мы предлагаем? В первую очередь, расширить истинный перелик подразделов ДБР, которые будут выполнять оперативно-розшуковую деятельность. По-другому, дать ДБР право самостоятельно сделать знание информации с транспортных и локоменциальных мереж. Но ни один из документов не набирает голосов. Обговорим, так? Давайте еще одно слово обговорим. Пошли. Я думаю, что законопроект пана Павла Марчука не знал больше в этом зале с одной причиной. Какие зарплаты вы написали членам бюро? По 360 тысяч гривен зарплаты в месяц. В итоге, все, на что хватило депутатов, так это отправить документы обратно в комитет на доработку. Законопроект противоречит стандартам и нормам Конституции. Например, в законопроекте 53.95 есть стандарт о том, что директор управления, так и революционным подразделом центрального аппарата ДБР может быть граждан Украины, который, за окремом, имеет высокие моральные якости и бездолганную репутацию. Как мы будем высчитывать чистоту репутации или стандарты морального качества? Где это прописано? Это законодательный спам, не что иное. Как и с повесткой дня и по закону о работе ГБР, также фракции спорят и о кадровых вопросах по плану. В четверг Рада должна назначать главу Нацбанка, но голосование рискует не состояться. Народный фронт поддерживает кандидатуру Якова Смолия. Никаких заперечений у них нет. Я думаю, что они поддерживают. Единственное, что Народный фронт поляга на другом порядке. Они хотят сначала голосовать омбудсмена в Рахунковую палату, а тогда переходить к Национальному банку. Наша позиция сначала за Смолия. Я думаю, что все будет зависеть, как мы договоримся с нашими коллегами по коалиции стосовно порядку голосования. Торги завершились, до чего-то там доторговались. Оскільки я знаю, там были посади первого заступника голови, потому что одна фракция обмагала, другая фракция омбудсмена. Еще какие-то посади, то пошел банальный торг, банальная торговля. Мы в этом участие не принимаем. Наша позиция, мы не будем голосовать за нового керевника, потому что мы, как оппозиция, не имеем возможности контролировать его работу. И если, не дай Боже, звалиться национальная валюта, то мы не сможем на это впливать. На то, чтобы договориться о фракции, коалиции есть еще как минимум пару дней. А пока же избранники перешли к законопроектам об интеллектуальной собственности и переименовании населенных пунктов. Более 70% удобрений, которые Украина импортировала с начала года, российского производства. Это данные Союза химиков Украины. Две недели назад несколько народных депутатов обратились к правительству с требованием разобраться, откуда этот импорт, учитывая, что с мая прошлого года против страны-агрессора были введены санкции. Этот вопрос должны обсуждать завтра на заседании Кабинета министров. Прекратить закупку российских удобрений от правительства требуют народные депутаты. По данным парламентариев, несмотря на антидемпинговые санкции, Россия и дальше продолжает поставлять нам свой карбамид и аммиачную селитру контрабандой, изменяя химический состав или через Беларусь, меняя бирки на мешках. С начала года из-за таких контрабандных эшелонов бюджет уже потерял более 2 миллиардов гривен налогов, утверждают украинские химики. Пока наши заводы стоят, российский импорт занял половину украинского рынка в угоду чиновникам, закрывающим на это глаза. Еще на позапрошлой неделе с требованием ввести эмбарго на удобрение из России депутаты обратились к премьер-министру. Однако решения до сих пор нет. На жаль, за этот час было только проведено 2 наради в Министерстве экономики и с первым вецепремьером Степаном Владимировичем Кубевым. Украина должна разорвать угоду с Москвой как с агрессором. Но это не притаманно, что сегодня весь мир застосовывает санкции к России, а у нас с большей территорией экономических отношений с Россией. За прошлые годы Украина уже заплатила России за удобрение более 600 миллионов долларов. Большую часть этих денег получил российский Еврохим, главный поставщик карбамида и аммиачной селитры в Украину. По данным правоохранителей, компания также активно торгует с ДНР и ЛНР. В том числе поставляет селитру для производства пороха. Уже завтра на заседании правительства депутаты обещают вновь потребовать от премьера ввести эмбарго на закупку такой продукции и прекратить торговлю со спонсорами боевиков. Ряд нардепов, в частности депутат Олег Петренко, уже заявили, что если вопрос не будет решен в ближайшее время, прибегнут к физическому блокированию российских эшелонов с удобрениями и будут перекрывать рельсы. Предупредительную акцию на позапрошлой неделе уже провели на крупном железнодорожном узле в Конотопе. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, Леонид Аборин. Подробности, телеканал Интер. Украинцы недовольны своими зарплатами. По данным соцопроса, проведенного компанией Research and Branding Group, почти 90% респондентов заявили, что оплата труда их не устраивает. Заработанных денег хватает лишь каждому десятому. Большая часть недовольных это женщины, реже остальных на свои зарплаты жалуются жители областных центров. Надежда Савченко не явилась на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана. Еще вчера генпрокурор Луценко сообщил о том, что она покинула территорию Украины. По его словам, нардеп отправилась на международную конференцию, и она не является официальным членом делегации. При этом Луценко отметил, что Савченко имеет полное основание посетить это мероприятие. Напомню, Надежду хотят допросить по делу руководителя центра освобождения пленных офицерский корпус Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических атак в столице. Один украинский боец ранен сегодня на Донбассе. Боевики трижды открывали огонь возле Луганского, Песок и шахты Бутовка. В окрестностях оккупированного Донецка в последнее время особенно неспокойно. На позициях там работал мой коллега Игорь Левенок. Окрестности Авдеевки. Зона сплошных разрушений. Здесь закрепились украинские десантники. Донецкий аэропорт как на ладони. Этот участок фронта до сих пор остается одной из самых горячих точек. Обычно во время боевых действий здесь говорят на языке артиллерии. Сейчас враг немного успокоился. Пушки молчат. Идет война снайперов. Идет очень прицельная стрельба. Это не могут быть какие-то местные жители, которые за 4 года так обучили стрелять. Это действительно профессионалы, которых обучают очень долго. И у них очень хорошее, дорогое оружие. А ночью перемирие здесь такое, что его слышат даже в центре Авдеевки. Огонь из стрелкового оружия и гранатометов начинается как только стемнеет. Ну, в основном слышно пулемет, ДШК и бывает СПГ стреляют. Тишина наступает, когда оккупантам дают отпор. Это что это за перемирие? Если они стреляют, то и мы должны отвечать им. Вот это такое. Если ты не прыгнешь его до земли, то тебе прыгнуть. А уже голову поднять очень сложно. Михаил пулеметчик. Кадровый военный. В армии 9 лет. В своем деле виртуоз. Ребята говорят, если заиграют на пулемете, боевики затихают сразу. С 500 метров точно можно положить. От до 500, вот так вот. Ну, в принципе, можно было, если пристреляться, и на полтора километра. Вдруг где-то неподалеку начинает грохотать тяжелое орудие. О, господа. Идите в гости туда, вовнутрь, наверное. Армейцы говорят, враг открыл огонь по соседней позиции. Сейчас работает 120-й миномет. То есть давайте заховываем сейчас в бункер, переждем. Вот опять же это перемирие. Десантники надеются. Миссии наблюдателей зафиксируют этот обстрел из запрещенного калибра как доказательство грубого нарушения минских соглашений. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. СБУ задержала главаря разведки луганских боевиков. Он пытался пересечь линию разграничения. Вместе с ним арестовали также мужчину в форме полицейского, без документов. Он должен был помочь пересечь блокпосты. Задержанный боевик, уроженец города Счастье, Луганской области. К боевикам он присоединился в 2015 году как разведчик. И позднее был назначен командиром разведывательного отделения. Стрельба в столичном супермаркете. Огонь открыл мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Из себя его вывел случай, инцидент относительно кассира. Она не нашла сдачу. Стрелял нарушитель из пневматического пистолета. Два человека в результате раненого, пострадавших травмой средней тяжести. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Громадянин вышел на улицу. Достал пистолет, а именно форт 17Р. Зайшел в помещение и безусловно начал действовать пострелы данного гражданина. Скажем так, своего обидчика своего. Данный граждан получил два поранения. Развод по-американски. Дональд Трамп уволил госсекретаря США. И выбрал преемника, нынешнего главу американской разведки. Чем не угодил Рекс Тилерсон? И чем он запомнится? Расскажет Дмитрий Анапченко. Он и проработал-то всего чуть больше года. С февраля 17-го. Человек, которого пресса уже много раз отправляла в отставку. И который с завидным постоянством эти слухи опровергал. Но теперь уже все официально. О жестком кадровом решении Дональд Трамп по привычке поведал нации в Твиттере. Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой. Спасибо Рексу Тилерсону за его службу. Поздравления всем. Всего лишь спасибо за службу. Не больше, не меньше. Источники в дипломатических кругах утверждают, что и эти слова дались Трампу с трудом. Дескать, он не просто разочарован Тилерсоном, он взбешен. Поэтому и действовал импульсивно. Президент позвонил в прошлую пятницу. Сказал оставить должность. И госсекретарю, который в этот момент находился в африканском турне, пришлось срочно прервать визит. Чем мы запомним Тилерсона? В первую очередь, наверное, тем, что при нем госдепартамент не был, скажем так, отделом Белого дома, который лишь выполняет команды сверху. Ведомство проводило или, по крайней мере, пыталось проводить собственную политику. И это, в конце концов, и стало причиной отставки. Слишком много противоречий накопилось. И по Северной Корее, и по Ирану, и по России. Тилерсон всегда был за диалог с КНДР и против военного решения. А Трамп и его окружение склонялись к жесткому варианту. Доходило до смешного, когда в один и тот же день госсекретарь заявлял, мы открыты к переговорам. А Белый дом тут же это опровергал. Рекс, не трать энергию зря, фамильярно написал тогда Трамп. И даже о нынешнем спонтанном решении президента встретиться с Кимом, глава американской дипломатии узнал из прессы. И так во всем. Тилерсон хотел сохранить парижский договор по климату. Трамп считал его вредным. Тилерсон пытался отстоять ядерную сделку по Ирану. Трамп назвал ее позором для США. И распорядился выяснить, как разорвать договор, заключенный Обамой. Госсекретарь только накануне сделал жесткое заявление по России. И, дескать, нет сомнений, за громким британским отравлением московский след. А Белый дом, оказывается, не хотел такой категоричности. И вообще не хотел, чтобы штаты в это вмешивались. Мол, пусть Европа сама разбирается. При этом высокопоставленный американский дипломат сказал мне сегодня утром, мол, в самом ведомстве своего шефа недолюбливали. В том числе и потому, что двери в кабинет Тилерсона всегда были плотно закрыты. Он окружил себя лишь несколькими доверенными советниками, но ко всем остальным не прислушивался и не считался. За спиной у Тилерсона жаловались, мол, он никогда не перезванивает послам стран ЕС, работающим в Вашингтоне. А те привыкли общаться с главой Госдепа напрямую. Он игнорировал бывших госсекретарей, ту же Кандализу Райс. А тут принято, что отставные главы ведомства имеют право давать советы. Обидело чиновников. И намерение Тилерсона на третью резать бюджет МИДа и провести сокращение штата. А вот человек, который сядет теперь в это кресло, глава ЦРУ Майк Помпео, полная противоположность. И нет сомнений, что Конгресс его легко утвердит. Помпео один из самых доверенных людей Трампа, который ни в чем ему не перечит. А значит, и самостоятельной политики от Госдепа ожидать больше не стоит. А центр принятия решений, в том числе по Украине и России, окончательно переместиться в Совет национальной безопасности при президенте к его ближайшим советникам и семье. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. И еще одно громкое решение Трампа. Президент заблокировал сделку на 117 миллиардов долларов. Речь идет о покупке американского производителя процессоров. Qualcomm, компания Broadcom из Сингапура. Совет национальной безопасности США нашел грубые нарушения со стороны инвесторов и рекомендовал Трампу аннулировать договоренность в интересах страны. И еще об одной сделке Дональда Трампа. Порнозвезда Стефани Клиффорд устала молчать о своей связи с нынешним президентом Америки. Актриса, больше известная как Сторми Дэниелс, ранее отрицала слухи о романе с Трампом. И вот теперь через суд хочет вернуть 130 тысяч долларов, которые в свое время получила от адвокатов, и признать сделку о неразглашении, сведений, недействительной. После этого обещает рассказать об отношениях, которые якобы продолжались два года, уже когда Трамп был женат на Амилане, а также угрожает опубликовать фото и даже видео с президентом. Ну, пока что Дональд Трамп не готов обсуждать личные скандалы. Его больше беспокоит отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбуре. Об этом он планирует говорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Накануне она выдвинула ультиматум России. Что будет, если ответ не удовлетворит Лондон? И какая реакция других стран на этот конфликт, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Впервые в истории Великобритании на ее территории применили оружие массового поражения. Нервно-паралитические вещества запрещены для производства и хранения конвенции о химическом оружии. Однако именно такой яд использовали для покушения на жизнь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. И главный вопрос британского правительства, каким образом яд из группы новичок, разработанный в СССР, попал на их землю. Мы попросили россиян проверить их запасы новичка и представить нам убедительное объяснение, каким образом стало возможно его использование на английских улицах. Если ответа не будет, британское правительство применит меры жесткие и соответственные. Серьезно обеспокоенный отравлением в НАТО, генсек-альянса Йенс Толтенберг заявил, что использование нервно-паралитических веществ ужасно и совершенно неприемлемо. Тем временем в Европе тоже выразили поддержку Великобритании. В Брюсселе пристально следят за ходом дела. А президент Франции в телефонном разговоре с премьером Мэй предложил помощь своих специалистов в расследовании отравления. Впрочем, и Европа, и мир пока весьма осторожны с обвинениями, дожидаются окончательных результатов расследования. Со времени инцидента прошла всего неделя. Изучение доказательств и допросы свидетелей все еще продолжаются. Мы очень обеспокоены ситуацией, в том числе находками, которыми обладает Великобритания. И, конечно, Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС в этом отношении. Между тем, в Москве сообщили, что не будут отвечать на ультиматум Лондона. Там требуют предоставления доступа к расследованию и, в частности, к доказательствам, найденным британскими следователями. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Украина готова помочь Великобритании в расследовании этого отравления. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин. И в ближайшее время он планирует созвониться со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Разрешите похоронить. Уже неделю СМИ обсуждают новость о том, что с 15 марта вступят в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. И похороны любого человека, якобы, будут возможны только после судебного решения. Авторство этого нововведения приписывает нардепу Андрею Лазовому. Но, как утверждает сам депутат, это фейк. Его поправки касаются лишь сроков пребывания обвиняемых в СИЗО на период досудебного расследования. А к похоронам его инициатива никакого отношения не имеет. Юристы же считают, что нововведения существенно не изменят УПК. Моя правка до КПК вообще не относится к процессу похоронения человеку. Это, на жаль, отверта брехня, которую опубликовал ряд СМИ. Кто-то непорядно на замыленнях, кто-то подхопил фейк, на жаль. Очень много людей, притомных, розумных, подхопило, поверили в это. И пошла такая хвиля, на жаль, потому что не разобрались. Все, кто критикует правку, не читали. Моя правка викориня коррупцию в силовых органах на местах. И именно поэтому такая тотальная противодействие с боку всех абсолютно силовиков, чтобы ее не эволювать. Будут как новенькие. Капитальный ремонт дорог обещают в Харьковской области. Начать планируют уже в конце апреля. Каким трассам повезет, расскажет Светлана Шакера. Через Васищево этот водитель ездит каждый день. Говорит, после зимы дорога превратилась в сплошные ямы. Ямы возле автобусных остановок не дают жизни пассажирам. А большегрузные фуры с каждым днем разбивают покрытие все больше. На данном участке вообще нету дорог. Вот посмотрите. Я сколько не ездил здесь, я постоянно себе бил колеса, бил машину. Тут аварийная обстановка, тут ездят люди и попадают, часто бывают аварии. В областной службе автомобильных дорог говорят, бригады выйдут, как только высохнут лужи. Березень, квитень – это те месяцы, которые очень дратуют наших пользователей. И мы при первых нагодах выходим на дорогу ремонтовать. На тех участках, где вместо покрытия сплошные выбоины, вначале дорожники сделают ямочный ремонт, чтобы обеспечить проезд. А затем развернут капитальные работы. Будут восстанавливать магистрали до границы с Сумской, Донецкой и Луганской областями. Глава Харьковской облгосадминистрации говорит постоянно, получает от жителей жалобы на трассу Харьков-Змейов-Балаклея-Гороховатка. Поэтому обратилась к Минфину с просьбой включить в план капремонта еще и эту дорогу. Действительно, будем строить. Никто не верил, но в прошлом году мы сделали два направления на Донецкую и Луганскую области. В этом году закончим строительство дороги до Сумской области. И начнем работу, как только нам позволят эти погодные условия. В этом году мы сделаем не менее двух магистральных дорог, так и более 400 дорог местного значения. Еще один острый вопрос – долги по зарплате. В Харьковской области больше всего задолжали своим сотрудникам авиазавод и предприятия Укроборонпрома. Юлия Светличная напомнила о персональной ответственности руководителей. А прокурор области сообщил, после изменений в законодательстве, по фактам необоснованных невыплат денег сразу же открывают уголовное производство. Светлана Шекер, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер Харьков. День освобождения в Херсоне. В 44-м советские войска форсировали Днепр и прорвали немецкую оборону. Так закончилась оккупация города, которая продолжалась более двух с половиной лет. О том, как сегодня вспоминали этот день, репортаж наших корреспондентов. 13 марта. Ежегодно в этот день жители Херсона собираются в парке славы и несут цветы к памятнику неизвестному солдату. Дмитрий Перетяпко единственный участник освобождения Херсона на сегодняшних торжествах. Тогда ему было 18. Вспоминает противника, атаковали ночью, форсировали Днепр. На другой берег пришлось плыть в одежде, а пулемет толкать впереди себя на Камышовом плоту. Днепр-то был холодный, самовода в Днепр. И так вот на самое... Даже заболеваний не было, простуды не было. Такой настолько был напряженный организм. Тяжело было форсировать, конечно. Несмотря на множественные потери, советские войска прорвали вражескую оборону и гитлеровцы вынуждены были бежать. В оккупации Херсон прожил 31 месяц. Захватчики зверствовали, рассказывают очевидцы. В общей сложности расстреляли 17 тысяч мирных жителей и 40 тысяч советских военнопленных. Мирных жителей было много расстрелянных. Партизану ловили и убывали, вешали, и сухочек делали. Евреев уничтожали. Много очень. Минута молчания в память о погибших – оружейные залпы. Цветы к вечному огню сегодня возложили и руководители херсонской ячейки оппозиционного блока. Мы хотим, чтобы память, память об этом событии оставалась в нашем сердце. Мы понимаем то, что пока живы ветераны, надо их чествовать. Надо сделать так, чтобы эти люди чувствовали заботу. Чувствовали, что они не брошены на произвол судьбы, как это у нас часто бывает. А после всех ветеранов и детей войны пригласили на концерт. Со сцены звучали поздравления от политиков и духовенства, а артисты спели фронтовые песни. Операцию по освобождению Херсона проводили войска 3-го Украинского фронта под командованием Родиона Малиновского. Затем они освободили Николаев 28 марта и Одессу 10 апреля. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер, Херсонская область. Катастрофическая оттепель в Днепре. По дорогам текут реки, во дворах домов образовались озера, и так каждую весну. В чем причина, расскажет Елена Миндалюк. Огромная лужа длиной больше 10 метров образовалась на улице Люборской. Это жилой массив Солнечный. Водители вот уже несколько дней не едут, а буквально переплывают этот участок дороги. Местные говорят, все из-за тающего снега. Лужу тут постоянно лет... Сколько я себя помню, сколько такая лужа. Это редко бывает, но... В Малую Венецию превратился практически весь жилой массив. Лужи не только на дороге, но и в домах. Третьи сутки спасатели откачивают воду со двора Галины Чубенко. Во дворе, ну, вот сюда вот была вода, вот сюда была. И вокруг дома. Дело в том, что она же идет вот через все вот это, вот она заходит туда в этих вот, в этой, в коридоре, и там еще одна комната. Там всегда почти бывает вода. А то и туда вообще, по всем. Иногда по всем комнатам. Это повторяется ежегодно. В основном этот номер, потому что самая низшая точка, в принципе, и подпочвенные воды, и таяние снега, и осадки, они дают о себе знать. Стекать в воде некуда. Ливневой системы в этом районе Днепра нет. Проект в Горсовете только разрабатывает. По предварительным подсчетам на строительство нужно более 100 миллионов гривен. Мы начнем со строительства непосредственно самой станции и будем потихоньку тянуть туда ливневые коллектора, потому что, ну, это патовая ситуация. Страдают от подтопления жители Кривого Рога, которые живут неподалеку балки Кандыбина. В этом районе полторы тысячи частных домов. Когда-то здесь начали строить шахту, вырыли котлован, но потом все работы остановились. Огромная яма превратилась в свалку, когда люди сбрасывали мусор. Было просто безобразие. Грязь, мусор сюда бросали. Всякие отходы пищевые. В общем, было очень плохо. Как только начал таять снег, подвалы домов заливало грязной водой. В прошлом году чиновники взялись ликвидировать свалку. Если до расчистки русла у них были постоянные подтопления, им досаждали москиты разных видов, точно так же всевозможные болотные животные, то сейчас это уже устранено. Но расслабляться коммунальщикам рано. Синоптики снова прогнозируют дожди. Поэтому масштабных подтоплений не избежать. Елена Мадалюк, Евгений Коднецов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Руслана Людмила в украинской версии. Один из столичных кинотеатров организовал бесплатный сеанс нового украинского мультфильма «Похищенная принцесса для детей с особыми потребностями и сирот». Премьеру посетили более 350 маленьких зрителей. Героев этой анимационной ленты озвучили известные украинские актеры. И по словам супруги президента Марина Порошенко, которая тоже была в зале, очень важно, чтобы дети воспитывались на украинских мультиках. Уже есть миллионные перегляды. Он очень популярный. И это действительно приятно, что самые фильмы украинских производителей становятся такими популярными, что дети идут с удовольствием, и взрослые идут с удовольствием со своими детьми. И я уверена, что самое за украинским кино – это будущее в Украине. Ушел из жизни известный украинский журналист и ведущий Олесь Терещенко. Ему было всего 43 года, и последние годы Олесь боролся с раком. Его сердце остановилось вчера вечером. Пухороны запланированы на завтра. Как рассказал глава национальной общественной телерадиокомпании Зура Полосани, Олеса похоронят либо рядом с отцом на Нивках, либо на Байковом кладбище. Олесь Терещенко долгое время работал ведущим новостей на «1 плюс 1», а с 2010 года он ввел авторскую программу на канале «ЮАПершей». В этом году планировал вернуться в эфир с новым проектом. Пожар на военном полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области. Один военный погиб, и семеро получили ожоги. Сейчас они в госпитале, их жизни ничего не угрожает. Как сообщили в пресс-службе сухопутных войск, палатка загорелась около 4 часов утра, и в этот момент в ней находились 15 военных. Причины пожара сейчас выясняет военная прокуратура. Загальный стан военнослужащих задовольный, надается квалифицированная медичная допомога военнослужащим. Житию не загрозит. Триваются следующие действия, про причины я уже сказал, что будут проведены экспертизы. Как самая выникла пожара, на разе неведомо. Есть предыдущие, что выникло внаследование какого-то речевина, которая в дальнейшем могла бы пострадать до печи. В Израиле практически решен вопрос о досрочных парламентских выборах. Правящая коалиция не смогла договориться о принятии закона о призыве, который освободил бы от службы в армии представителей ультра-ортодоксальной общины. Все подробности расскажет Сергей Услендер. Закон, запрещающий призывать в армию ультра-ортодоксов, похоже, станет той самой соломинкой, которая сломает спину верблюду. В роли верблюда правящая коалиция, часть членов которой наотрез отказываются принимать абсурдный с их точки зрения документ. После долгих споров и дискуссий достичь компромисса не удалось. На рассмотрение КНЕС это вынесен закон о досрочных парламентских выборах. Виноват глава правительства Натаньяу, и только ему сегодня выгодны эти выборы. Ни одному его коалиционному партнеру сегодня выборы не выгодны. Ему нужно провести выборы как можно раньше, до того, как ему будет предъявлено обвинение. Речь идет о многочисленных уголовных делах, которые расследуют в отношении главы правительства. Оппозиция полагает, что человек, в отношении которого возбуждены целых четыре дела, не может руководить государством. Сам премьер все обвинения отвергает. Вы должны чуть серьезнее относиться к гражданам страны, чего вы им только не рассказывали о деятельности правительства. Но общество умеет разделять ваши бесконечные жалобы и мои дела. Поэтому раз за разом народ решает оставить вас в оппозиции, а меня отправляют руководить страной. И вы понимаете это. Попытки спасти коалицию продолжаются уже больше месяца, но тут, что называется, нашла коса на камень. Ортодоксальные партии говорят, что без закона о призыве не будут голосовать за бюджет, а светские, что ни за что не допустят принятия такого дискриминационного закона. В результате найти компромисс так и не удалось. Предполагаемая дата досрочных выборов 26 июня. Помимо всего, досрочные выборы обойдутся казне в полмиллиарда шекелей. Больше 100 миллионов евро и это только прямые расходы. Но главная проблема, до их проведения страна будет жить без принятого бюджета, а это очень нехорошо для экономики. Кроме того, ситуация в сфере безопасности очень напряженная. И в канун войны, которую предрекают эксперты, государство может остаться без стабильного правительства. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Палестинский премьер чудом остался в живых после покушения. Бомба взорвалась возле его автомобиля. Пострадали несколько человек, которые находились рядом с кортежем. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, но палестинские власти считают, что это дело рук Хамаса. В ООН покушение осудили и призвали скорейшему расследованию. Провинился вон из страны. Будущий министр внутренних дел Германии Хорст Зейхор пообещал депортировать всех мигрантов, которые нарушили закон. Когда ждать нововведения, расскажет Татьяна Лагунова. Портфель министра внутренних дел в Германии традиционно забирает себе самая влиятельная партия правящей коалиции. То есть в нынешнем правительстве этот пост должен был занять представитель Христианско-демократического союза. Но не сложилось. Ангеле Меркель пришлось пожертвовать ведомством и отдать его партнерам по блоку ХСС, партии, которая резко критиковала миграционную политику канцлера. МВД у Христианско-социального союза новым министром уже в среду станет премьер Баварии Хорст Зейхофер. Консерватор до мозга костей, который требовал ограничить прием беженцев. И фактически вынудил Ангелу Меркель ввести граничную квоту на прием мигрантов. Не более 220 тысяч человек в год. Зейхофер в должность пока не вступил, но о своих планах журналистам уже рассказал. Он хочет ускорить процесс рассмотрения прошения о предоставлении убежища и депортации мигрантов, которые нарушили закон. К преступникам ХСС предлагает применять принцип нулевой толерантности. Сегодня провинился, завтра покинул Германию. Те, кому не нравится наша страна, не обязаны здесь оставаться. Те, кто совершает здесь преступление, должны ощутить на себе ответ правового государства. Если человек совершил акт насилия, он должен вернуться к себе на родину. Мы обязаны, наконец, реализовать этот принцип. Такая риторика ХСС, это еще и попытка сыграть на правом поле и завоевать избирателей, которые на последних выборах проголосовали за ультраправых. Главное, предупреждают эксперты, не переборщить. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Кого домогался дирижер главного оперного театра США и как принц Датский оказался на подиуме? Обо всем этом прямо сейчас. Скандальный закат карьеры. Метрополитен опера в Нью-Йорке уволила знаменитого дирижера Джеймса Ливайна из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Спустя 30 лет жертва, неназванный мужчина, заявил, что музыкант домогался его, когда тот был еще подростком. 74-летний Ливайн, один из самых известных дирижеров США, был музыкальным директором Метрополитен оперы последние 40 лет. Мечта Золушки. Юный принц Дании стал моделью. 18-летний Николай, к удивлению королевской семьи, подписал контракт с модельным агентством. Опыт работы манекенщиком у старшего внука королевы Маргреты есть. Две недели назад он принимал участие в показе модного дома Бербери в Лондоне. Николай VII в очереди на Датский престол. 6 тысяч процентов. Инфляция в Венесуэле побила собственный рекорд и не сбавляет обороты. Это окончательно обесценило зарплаты, пенсии и сбережения граждан. Страна на грани гуманитарной катастрофы. Не хватает продуктов и товаров первой необходимости. По словам экспертов, при нынешнем темпе роста к концу года инфляция может составить 130 тысяч процентов. Полмиллиона долларов за скрипку Эйнштейна. В Нью-Йорке с молотка пустили музыкальный инструмент автора теории относительности. Скрипка была изготовлена в 1933 году. Внутри инструмента надпись. Сделана для величайшего в мире ученого. Теперь она принадлежит неизвестному покупателю. Альберт Эйнштейн с детства интересовался музыкой и даже выступал в квинтете музыкантов-любителей, а также давал благотворительные концерты. Вода камень точит, а лед и подавно. В Аргентине на леднике Перита-Марена рухнул ледяной мост. Природное образование размыли воды озера Архентина. Это явление циклическое. Случается раз в несколько лет. Посмотреть на впечатляющее зрелище в Патагонию специально приезжают сотни туристов. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин